Привет-привет! Меня зовут Мустафина Ирина. И сегодня у нас расклад для тельцов на 2024 год. Будем смотреть на трех колодах Таро. Из каждой колоды будем вытаскивать по одной карте. И смотреть события каждого месяца. Что ж, давайте приступать. Итак, первая карта. Вестник мечей. В вашу жизнь ворвется какая-то информация. В январе, которая заставит вас немедленно на нее реагировать. Это может быть письмо, сообщение, звонок, имейл. То есть в любом случае вы где-то что-то услышите. То, что сподвигнет вас незамедлительно действовать. Также эту информацию может принести какой-то человек. Но вы ее искали, эту информацию. И она вам поможет для продвижения ваших дел. Давайте посмотрим еще одну карту. для более ясных событий. Может быть, императрица. Эта информация поможет вам наполниться ресурсами. Поможет вам почувствовать себя человеком, который имеет очень много. Императрица, она у нас всегда ресурсная. Неважно, мужчина вы или женщина. Но вы будете знать, что ваш ресурс в полном порядке. У вас достаточно любви, достаточно денег, достаточно проектов. Все, что вы себе задумали и какие желания вы себе заказали на Новый год, для вашей ресурсности и наполненности будет входить в январе информация. И ваша задача реагировать на нее немедленно. То есть, если вы чувствуете, что к вам поступило некое сообщение человека или просто вы что-то услышали, и это способствует вашему процветанию, развитию вашего бизнеса, вашей работы, вашей мечты, всего, что вы себе там задумали, вот ваша задача сразу реагировать на это и немедленно приступать к каким-то действиям. Давайте посмотрим третью карту. Пятерка чаш. Пятерка чаш – это карта небольшого разочарования, когда, может быть, что-то не получилось или мы узнали о чем-то, то, что нас не устраивает, то, чем мы недовольны. Чаши – это эмоции, но у вас есть определенная цель. И ваша задача – быть не вот этой курицей, которая попала в зубы лисицы, а стать лисицей. То есть, у вас всегда есть шанс поменяться ролями и выбрать ту ситуацию, ту роль в жизни, которая будет способствовать вашим целям, стремлениям и задачам. Поэтому старайтесь именно в январе фильтровать информацию, которая к вам входит. Она выставляет эта информация о вас жертвой или же тем человеком, который может использовать любой ресурс для того, чтобы приблизить себя к желанному успеху, счастью, независимости, тому, что будет вашим продвижением в жизни и к тому, когда вы будете приходить к удовольствию от результата проделанной работы. Поэтому информация может быть разного рода, но как вы ее будете использовать и как вы будете на нее в первую очередь реагировать, зависит только от вас. Поэтому помните, что в ваших руках стать тем человеком, который любую информацию может использовать на благо себе и на благо своего процветания. Так что ж, начало неплохое. Давайте смотрим, что ждет в феврале. Император. Это некая стабильность. Это то, когда вы держите свою жизнь под контролем, когда вы понимаете, что у вас есть некий базис, на который вы можете опереться для того, чтобы дальше действовать по поводу расширения своих возможностей, своих границ, достижений того, о чем вы мечтаете и планируете. Поэтому кто-то, может быть, обретет заветного партнера по жизни, неважно, мужчина вы или женщина, вы можете задуматься о том, что пора менять свой статус жизни. Вы хотите серьезных отношений, вы хотите стабильности, вы хотите процветания. И вы встречаете того человека, с которым вы можете построить это счастливое будущее. И это неважно, одиноки вы ищете действительно партнера для любви и семьи, либо же вы находитесь в стабильных отношениях, но вы, например, мечтаете о своем собственном деле, и тогда у вас появляется человек, который может как-то поспособствовать вашему продвижению, вашей стабильности и поучаствовать в вашем деле. Поэтому будьте внимательны к тем людям, которые вас окружают и которые соответствуют вашим целям, ожиданиям и потребностям. Так, смотрим вторую карту. Тройка жезлов. Вы устремлены в будущее. Вы смотрите действительно на расширение своих границ и ищете новые возможности для себя, для своей стабильности, для того, чтобы почувствовать, что жизнь в ваших руках и что только вам решать, куда отправляться, в какой путь, в какой новой мечте и какую новую цель вы поставите для себя. Вы устремлены в это будущее, и вы смотрите на то, чего вы раньше не делали. То, что может дать вам еще больше страсти в жизни, удовольствия, удовлетворения, и то, что также будет способствовать укреплению вашей позиции в жизни. Так, смотрим в третью карту. Паш Мичей. Все равно вы все время устремлены и опираетесь на информацию. Вы понимаете, что для того, чтобы покорять новые горизонты, вам нужно еще с кем-то переговорить, с кем-то посоветоваться, кому-то написать, позвонить, или вы ждете этой информации. Также кто-то, может быть, задумался о том, что нужно больше уделить времени детям, или вы уже планируете какие-то шаги по поводу стабильного будущего. Может быть, вы ищете своему взрослому ребенку, куда поступать, да, собираете эту информацию для того, чтобы ваш ребенок мог твердо стоять на ногах благодаря той профессии, которую вы вместе будете выбирать для него по жизни. Если же у вас нет детей, и это не касается ваших детей, то тогда это действительно просто сбор информации для того, чтобы вы понимали, куда вам двигаться, зачем вам туда нужно прийти, и каким образом вы достигнете тех грандиозных целей, которые ставите для себя на этот год. Хорошо, у нас март. Смотрим, что ждет в марте. Башня. Башня – это резкая смена плана. Это то, когда нужно иметь про запас, обязательно план Б. Это призыв Вселенной к тому, чтобы убрать из вашей жизни то, что уже не работает, то, что не приносит ощутимых результатов, то, что не ведет вас к созиданию, а то, что вас разрушает. Поэтому, если в марте вы почувствуете, что что-то идет не так, то что-то меняется, может быть, там рушатся отношения, не знаю, вы увольняетесь с работы или вас увольняют. В любом случае, идет перестройка вашей жизни. И ваша задача – радоваться этим переменам, какие бы они ни были, потому что после башни всегда приходят в нашу жизнь люди и события, которые способствуют продвижению и процветанию нас. Поэтому не надо печалиться и бояться перемен в жизни. Они, если мы не подготовлены, то, конечно, могут упасть на нас, как снег на голову. Но если у нас всегда есть наши мечты, наши цели, мы готовы ко всем неожиданностям этой жизни, то никакие смены планов не повлияют на то, чтобы нас расстроить, выбить из колеи, а мы, наоборот, радуемся этим переменам и понимаем, что все, что происходит в нашей жизни, это только к лучшему для нас. Давайте посмотрим следующую карту. умеренность. После того, как что-то начнет уходить из вашей жизни ненужное, вы почувствуете баланс и как будто бы все происходит так, как оно должно быть. Скорее всего, вы уже готовы к вот этим вот неотвратимым переменам в своей жизни. Может быть, даже по каким-то причинам вы их в феврале, помните, да, вы их ждете, вы уже провели анализ вашей жизни, вы понимаете, что у вас точно работает, на что вы можете опереться. И вы уже начали собирать информацию для вашего нового будущего, для вашего нового пути, для вашего нового развития. И поэтому, скорее всего, в марте вас не удивит то, что ваша жизнь начнет бить другим ключом. И вы будете спокойно и расслабленно давать ходу событий так, как они должны идти. Вы будете понимать, что все, что задумано, оно идет ровно так, как должно быть. Что вы готовы отказаться от того, что вам мешает в этой жизни, для того, чтобы вступить на новый путь. Давайте, сейчас посмотрим третью карту. Солнце, вы идете к счастью и к радости. Вы знаете, что все перемены в марте вас ведут к тому, чтобы вас наполнить радостью, счастьем, доходом хорошим. То, что будет вас на протяжении года радовать и вдохновлять. поэтому я за вас спокойно. Вы уже подготовились морально, может быть, даже материально к тому, что в жизни может случиться все. И вы к этому готовы и относитесь к этому достаточно спокойно. Потому что вы знаете, что после чего-то неприятного и неожиданного всегда наступает сначала затишье, надо, чтобы пыль улеглась, как говорится, да, и потом наступает ясность и понимание того, что все не случайно, что все произошло именно так, как вы этого хотели. А может быть, даже лучше. По солнцу это точно. Хорошо. Мы двигаемся к апрелю. король Пентакли. Король Пентакли говорит о том, что, ну, во-первых, это ваша карта, да, и если вы мужчина, то вы ощущаете стабильность, надежность, вы понимаете, что деньги под вашим контролем, ваша жизнь под вашим контролем, и вы действительно развиваетесь в том направлении, которое вам необходим. Для женщины может войти такой мужчина в жизнь, который принесет больше стабильности, больше уверенности в завтрашнем дне. Тот, у кого все стратегически правильно выстроено в жизни. также, независимо от того, мужчина вы или женщина, это может быть как банковский работник, например, вы задумали после того, как ваша жизнь поменялась, да, что, допустим, свой бизнес, и вам нужны на это какие-то вложения, капитал, да, и вы идете за кредитом. Вы, просто ищите какого-то инвестора, который вас поддержит, вложится в ваши проекты и намерения. Также, может быть, вы уже готовы взять консультацию бухгалтера, какого-то человека, который может научить вас правильно и грамотно распоряжаться деньгами. Ну, давайте смотреть дальше. Что же это все-таки за король пентаклей? Десятка пентаклей. Это действительно хорошие деньги, это успешное построение бизнеса, семьи, это то, когда мы все радуемся, да, наши близкие друзья довольны за нас, за нашу жизнь, за качество. Если одинокие дамы смотрят, то здесь вы можете встретить того мужчину, который станет впоследствии вашим мужем, надежным вашим плечом и опорой, с которым можно построить долгосрочные отношения и выстроить ту семью, ту структуру, которая необходима именно вам. В целом, для мужчин и для женщин это действительно надежный оплот того, чего вы хотите. Это хороший заработок, это успешные проекты, это то, когда я и мои близкие довольны текущими событиями и понимают, что денег и ресурсов хватит на все. Также это хорошее самочувствие и приподнятое настроение. Так, смотрим. Еще одну карту. На апрель месяц. Девятка посохов. Девятка посохов говорит о том, что вам необходимо позаботиться о защите, о защите того, что для вас является ценным и важным, о всех ваших ресурсах. Если это касается денег, подумайте, как вы защитите ваши финансы для того, чтобы их, так сказать, не ощущать никаких потерь. И если это касается бизнеса, то тоже вы должны четко понимать, как вы будете обходить различные препятствия, неожиданные трудности, может быть, какие-то, ну, то есть правильно спланировать свои расходы и доходы для того, чтобы у вас оставалось, а вы не чувствовали какую-то нужду. Если это касается семейных отношений, то также вам нужно задуматься о том, на что вы готовы ради того, чтобы сохранить вашу семью и приумножить. Как вы будете защищаться от тех людей, которые будут вмешиваться в процесс построения вашей семьи, вашей гармонии и счастья. И от каких людей вам нужно будет избавиться со своей жизнью для того, чтобы сохранить всю вашу стабильность и надежность. Что ж, мы переходим к маме. Давайте смотреть, что ждет в мае. Опять солнце, опять ясность, радость и прояснение. Скорее всего, вы сумеете сохранить все, что для вас дорого и ценно в апреле. и в мае у вас снова наступает счастье, радость, удовольствие, комфорт. Ну, элементарно, может быть, это, конечно, на майские праздники отправиться к солнышку, так тоже может быть. Но в целом, это именно, когда мы очень довольны своей жизнью, когда мы понимаем, что все складывается самым наилучшим образом и нам не за что переживать. У нас все под контролем и все именно так, как мы этого хотим. Так, смотрим следующую колонну. Рыцарь чаш, вы полны надежд, романтики и вы готовы наполняться новыми эмоциями. Вы ожидаете от жизни только сюрпризов. Ну, конечно, после того, как вы обрели спокойствие, гармонию, счастье, чего желать, кроме еще большего удовольствия в своей жизни. Для кого-то это действительно может быть несколько дней такой романтичной поездки со своим кавалером, да, или барышней, когда вы поймете, что ваши чувства либо заиграли новыми красками и вы как будто проводите там очередной медовый месяц, либо вы встречаете такого человека, с которым вам очень приятно в этой поездке и вы можете насладиться друг другом и насладиться той любовью, которая царит в вашей паре между вами. Так, смотрим следующее. Восьмерка посохов. Есть, как говорится, несколько дорог, и вам нужно понять, куда же вы хотите идти. Какая дорога вам наиболее ярко светит и вас вдохновляет. Можете вы встать перед выбором и действительно ну как, то есть вам захочется во все четыре направления, на это как минимум, да, и тогда выбирайте именно то, что для вас более понятно, то, что соответствует вашим амбициям, вашим устремлениям, от чего душа поет, вот то направление и выбирайте. Также восьмерка посохов говорит о том, что может быть много поездок, много перемещения, может войти в вашу жизнь очень много дел и задач, когда все вот просто кипит, спорится, да, и вы действительно успеваете и туда, и туда, и туда, и туда, и вы довольны и счастливы от того, что вы переделали кучу дел, решили кучу вопросов, может быть, достигли каких-то определенных целей и задач. Замечательно. Так, и у нас июня. Что же ждет в июне? Опять всадник кубков, рыцарь кубков. Вы до сих пор сохраняете ваше романтическое состояние. Может быть, это действительно у вас такой период романтики, конфетно-букетного периода, когда кроме как о любви и мечтах о светлом будущем ничего нам в голову не приходит, да. Но в любом случае, несмотря на все это, вы верите в лучшее, вы ожидаете какого-то чуда, вы понимаете, что вот сейчас вы наслаждаетесь жизнью, и вы можете отдаться этой страсти, этому потоку, входящему удовольствию в вашу жизнь. Так, смотрим, что еще. И вы победитель, да. То есть, ваши эмоции, ваши надежды приводят вас к ощущению того, что вы по жизни победили, что вы уже действительно достигли, скорее всего, в мае, вы решили очень много вопросов, вы выбрали правильную дорогу и направление или того человека, который соответствует с вашим требованиям. И вы можете насладиться своей победой. Вы можете отталкиваться от своих побед и от ощущения того, что все спорится и все складывается именно так, как вы задумывали, оттолкнуться к новым горизонтам и еще к большим победам в своей жизни. Так, третью колоду берем. Колесница. вы делаете прорыв, вы делаете победоносный прорыв в своей жизни для того, чтобы еще больше было удовольствия, счастья и побед. Вы действительно, благодаря вашим мечтам, стремлениям, вы можете держать под контролем и в устье свои эмоции. И именно когда мы можем привести в баланс и разум, и сердце, мы в первую очередь побеждаем себя, наполняя себя еще большими намерениями того, что все в моей жизни будет складываться только в лучшую сторону. Поэтому кто-то может получить какое-то заветное предложение куда-то отправиться в путешествие, и вас будет переполнять эмоции, вы будете понимать, что только избранный круг входит в эту коалицию, в это путешествие, только вас пригласили, только вас примировали и отправили в какую-то поездку. Либо это действительно вы едете с теми людьми, в компании которых вы ощущаете, что вы на коне, что вы значимый человек, что к вашему мнению прислушиваются, и вы чувствуете легкость в общении с этими людьми, и вы довольны тем, что вы можете отправиться в это путешествие, в эту поездку и насладиться обществом друг друга. Хорошо, июль. Вестник мечей, снова сбор информации, снова поиски ответов на какие-то вопросы. Много переписок, звонков, сообщений, вас захлестывает входящий поток. Давайте посмотрим, с чем это может быть связано. С возможностями, с тем, что вас радует, с тем, что вас наполняет. Поэтому вот эта информация, она лишний раз вам говорит о том, что в вашей жизни еще может быть больше шансов, больше возможностей для удовольствия, для любви, для счастья, для процветания. Все, что вы себе задумаете, может осуществиться благодаря тому, что вы открыты к потоку входящей информации, вы задаете правильные вопросы и получаете на них правильные ответы. И это еще больше приближает вас к победе и к тому, что все ваши мечты имеют реальную основу осуществиться. Так, еще вторая колода. Двойка жилов. Эти новые возможности позволяют вам отправиться во что-то лучшее и новое. Вы снова, как говорится, находитесь между прошлым и будущим и рассматриваете для себя новые варианты перспектив, отправиться и заняться тем, чем вы раньше не занимались. То, что вы уже проделали ранее, тот опыт, который у вас был, вы можете опереться на него и благодаря этому действительно расширить свои возможности, расширить свои дороги жизни, выбрать какое-то новое дело, новых людей, решить абсолютно другие задачи. И вы понимаете, что это принесет вам радость, счастье и удовольствие. Это прекрасно, у вас очень хороший гармоничный год, очень много перспектив. Простите, забыла еще из одной колоды карты достать на июль. Королева Пентакли, это снова вы, девушки. Если вы хотите обрести стабильность еще больше, у вас очень много планов, связанных с будущим. И самое главное, что они вас настолько радуют, настолько впечатляют, что вы прямо жаждете этих перемен. Ваше сердце поет и жаждет перемен. Для мужчин это может быть как раз перспективное знакомство с женщиной, которая может принести больше ясности и стабильности. либо для мужчин и для женщин это может быть фигурировать в вашей жизни дама, которая может быть например начальница, бухгалтер, человек, который владеет какими-то финансами, отвечает за них, считает их, ну все, что связано с финансами. И благодаря ей вы поймете, что вы можете больше, что вы можете расширить свои возможности, вы можете покорять новые вершины. У вас еще, да, с июля еще полгода для того, чтобы сделать еще какой-то новый рывок, открыть какое-то может быть новое дело, но выбрать для себя новое направление, научиться чему-то новому и отправиться в этот неизведанный, но прекрасный, полный шансов и изобилие путь. Так, и мы переходим в август. Смотрим, что в августе. туз мячей. Вам приходит гениальная идея. Вы готовы отказаться в августе от того, что вас не устраивает по каким-то причинам. Вы жестко и логично принимаете решения в пользу своего будущего, не отвечая, ну так скажем, за мечты других людей. То есть вы понимаете, что благодаря вашему усердию и вашей направленности мыслей вы можете достичь очень многого. И вы готовы использовать все шансы для того, чтобы быть победителем по жизни. Так, смотрим следующую колону. И тем самым открываете перед собой двери во весь мир. Может быть кто-то задумал какое-то дело в интернете и начинает его продвигать и понимает, что популярность ваша либо вашего товара, ваши услуги набирает обороты. Также для кого-то в августе может быть значимым подписание какого-то хорошего проекта, договора. Вы находите клиента из другой страны или из другого города и понимаете, что именно благодаря вот этому сотрудничеству у вас расширяются горизонты, вам буквально покоряется весь мир. Так, давайте возьмем третью карту и посмотрим, к чему же это все проявить отвалостью. Смерть к трансформации это переводит вас на новый цикл. Благодаря вашей логике, вашему стремлению к будущему, вы как будто бы меняете свое мировоззрение. Вы готовы к тому, что вы поставите на чем-то точку, на каких-то людях, на каких-то возможностях, на каких-то может быть проектах. Вы что-то заканчиваете для того, чтобы экстренно начать что-то новое. То, что просто будет способствовать вашему обновлению. Вы готовы, как говорится, в августе начать жизнь с чистого листа в лучшей версии себя. И вы идете в это новое. Вы начинаете логически созревать к тому, что вы прошли определенный путь, определенную наработку знаний, опыта. И у вас есть все для того, чтобы позволить этой трансформации случиться в вашей жизни и отправиться в новое. У вас на самом деле получается очень два таких трансформационных месяца. Это март, когда у нас башня, и август, когда здесь и мир, и солнце, и смерть. И они способствуют вот этому запусканию нового цикла, когда мы заканчиваем что-то, когда у нас рождаются новые идеи, новые проекты, когда мы открыты настолько этому миру, что мы можем шагнуть во что-то новое, оставив чемодан без ручки, свое прошлое, все свои переживания, какие-то наработки, и пуститься вот в это приключение под названием жизнь. Так, сентябрь, смотрим, что у вас ждет в сентябре. Снова смерть. Трансформация будет длиться два месяца. Ну, либо после того, как вы переработаете что-то, расширив свои возможности, вы пересмотрите вообще, может быть, свою жизнь в целом, ваше мировоззрение однозначно поменяется, вы начнете думать по-другому, вы начнете поступать по-другому, и благодаря этому, то, что вы проделаете в августе. Сентябрь начнется с еще одной трансформации. Сейчас мы посмотрим, с чем это может быть связано, потому что получается так, что запуская одну трансформацию, вы уже готовитесь к следующей. То есть, смотрим, в чем. В обнурении, в новом пути вы действительно готовы к тому, что благодаря тому, что в августе вы поменяли полностью свое мировоззрение, вы смотрите на мир по-другому, в августе вы трансформируете саму свою жизнь, вы действительно решаетесь на то, чего доселе вы даже представить не могли и помыслить, что вы вообще на это способны. Вы выбираете какой-то абсолютно новый образ жизни, взаимодействие с людьми, я не знаю, что это будет для вас, но вы обнуляетесь, вы запускаете вот этот глобальный трансформационный цикл в своей жизни, когда вы позволяете себе то, чего не позволяли раньше. Кто-то может познакомиться вдруг с человеком из другой страны, с другой культурой, говорящим на другом языке, и это запустит что-то в вашем мировоззрении, в вашей жизни, это может, ну, может быть, вы там задумали переехать в другую страну, да, тем самым запустили трансформацию своей жизни, и на новом месте вы в августе встречаете того человека, с которым вы никогда, ни при каких обстоятельствах, кроме вот тех, которые случились в августе, не познакомились. хорошо, давайте смотреть, что еще. Это может привести к каким-то действительно к новому союзу, если мы говорим о знакомстве с человеком, то вы можете сразу заключить договор брачный, там, не знаю, по работе, да, то есть найти какие-то расширения партнерских соглашений. Также это говорит о том, что благодаря вашей трансформации в сентябре вы поймете, что вы не просто живете по-другому, это теперь ваш образ жизни. Вы начинаете реально в сентябре с чистого листа свою жизнь по новым правилам, по новым законам. То, что, может быть, для вас было когда-то неприемлемо, или вы просто не знали, что вот можно жить как-то иначе, как-то иначе думать, как-то иначе поступать. Вы, может быть, не встречали таких людей, на которых сейчас вы можете опереться, и благодаря этому у вас выстраивается совершенно другая стратегия жизни. Интересные, переломные у вас моменты. так, мы идем в октябрь. В октябрь. Весник кубков, снова любовь, снова романтика, снова желание ощутить удовольствие и понять, насколько легко и комфортно может быть в жизни. есть снова надежды какие-то, есть творчество, вы готовы творить, ваша душа поет, вы верите в чудо, вы верите в лучшее. кто-то может быть займется детьми и с детьми будет что-то рисовать, сочинять, играть, кто-то просто для себя поймет, что он как ребенок еще верит в чудеса и ждет того, что еще что-то лучшее, еще что-то новенькое войдет в жизнь. Так, а ждет того, что судьба благоволит колесо фортуны, то есть вы в октябре, благодаря тому, что в августе и сентябре вы прошли какие-то испытания, вы поменяли свое мировоззрение, у вас теперь другие ценности, другие приоритеты, вы наполняетесь надеждой на светлое будущее, вы понимаете, что сейчас вы ловите удачу за хвост и она буквально творит чудеса в вашей жизни, жизнь начинает крутиться в том направлении, которое вам нужно, возможно, вы к этому периоду долго шли и готовились и сейчас колесо фортуны поворачивается именно для вас и именно в октябре вы уже почувствуете вот этот драйв, когда ваша судьба она просто настолько вам благоволит, настолько складывается счастливо, что как будто бы закончились тяжелые времена и наступилась легкость, свобода, радость и удовольствие. Так, переходим к третьей карте. В целом у вас очень позитивный год, очень много вдохновляющих событий, и это хорошо. Дважды колесо фортуны. Вы вообще, вы настолько за прошлый опыт вы наработали свою карму и вам было тяжело, вам было сложно, были периоды, когда, может быть, опускались руки, когда вы не хотели вставать и что-то делать. И вот в октябре вы понимаете, что благодаря вашей надежде, благодаря тому, что вы все-таки не сдались, тому, что вы достойно пережили все испытания прошлых лет, вашей судьбы. Вы понимаете, что сейчас вам просто жизнь дает подарки, она делает вашу судьбу наполненной и открытой к переменам. Вы отпустили все то, что не нужно было для вас. Вы освободились от хлама событий, людей, от того, что тормозило ваше развитие. И благодаря вашей легкости, благодаря вашей вере в себя, в жизнь, в людей, вы завертели это колесо фортуны. И вам жизнь в октябре говорит дважды да, дважды собирая плоды счастья. Во всех сферах жизни все просто пойдет на ура, налегке. Вы почувствуете, что все, что было до этого, это было не зря. Вас готовили как раз к этому месяцу, когда просто вы будете только удивляться и восхищаться, что ну где же вся эта удача была раньше? Неужели она вот копилась потихонечку в тайном уголке и вот наконец-то луч света на этот угол упал и вы увидите сколько возможностей, сколько счастья вам пронесет этот октябрь. Итак, а у нас ноябрь на такой позитивной ноте двигаемся дальше. Что же еще? Король лучей в ноябре вам потребуется совет какого-то специалиста профессионала. Это может быть врач, юрист, адвокат, любой человек, который в своем деле знает то, чего не знаете тот, на кого можно положиться, на его совет, на его мнение, можно подписать какие-то значимые для себя договора, контракты и также это может быть человек, который вернется из прошлого, напомнит о себе и вы будете уже тогда понимать, что с этим делать. Сейчас еще посмотрим. Что это может быть еще? Это может быть еще как совет вам, чтобы в ноябре, после того, как удача развернулась в вашу сторону в октябре, чтобы вы не потеряли когу от успеха, чтобы не закружило, не завертело, вам нужно сохранять холодный рассудок и иметь четкий план того, как сейчас, пока удача на вашей стороне, вам дальше продвинуться в вашем счастье и в том, что вы для себя задумали. Давайте посмотрим, с чем все-таки связано этот корон мячей. С какими-то переживаниями, с тем, ну, скорее всего, да, либо это возврат каких-то бывших из вашей жизни, те, которые вам доставили какой-то дискомфорт, ведь вы совершали весь год прорыв к тому, чтобы освободиться от каких-то тяжких окулов, от обременения, от того, что вас не устраивает, от того, что у вас тормозит в вашем развитии, то, что не сулит вам и не приносит удачу. И вот эти люди, они, увидев, что у вас в жизни настолько все классно и окей, могут о себе напомнить в ноябре месяце. совет отбросьте, отбросьте и если не смогли до конца в душе поставить какую-то точку, то сейчас ноябрь дается для того, чтобы вы могли эту изюминку, как сказать, в пирожок засунуть и сказать о том, что ну все, я закрыл этот кештальт, теперь меня больше не волнует никакая информация про этого человека, я не хочу ни видеть, ни слышать данных людей, которые доставили мне какие-то неприятности по жизни. Если же мы говорим о специалисте, то как раз для того, чтобы рассеять все ваши тревоги, страхи, какие-то может быть сомнения, вам лучше обратиться к человеку, который владеет большей информацией в той сфере, о которой вы переживаете и тогда ваши сомнения развеются и вы сможете все-таки дальше продолжать наслаждаться той фортуной, которая у вас завертелась и процветала в октябре. Так, берем следующую колоду. Тут с жезлом у вас появляется идея, вы снова загорелись чем-то, вы снова готовы взяться за какой-то новый проект, за какие-то новые движи в вашей жизни. И действительно, либо это прояснение с теми людьми, которые не приносили вам удовольствия, вы до конца сможете избавиться от этого и уже в ноябре позволить себе что-то более лучшее, что-то более комфортное, то, что вы хотели попробовать, но по каким-то причинам не пробовали и боялись. Либо это когда вы найдете специалиста и разрешите все свои страхи и сомнения, вы поймете, насколько жизнь бьет ключом и что все ваши опасения и все ваши страхи они просто развеются как пыль, потому что перед вами нарисуются новые шансы, новые победы, то, что будет двигать вас вперед и вы отбросите все, что вам не нужно, то, что осталось позади. смотрим еще одну карту на ноябрь. Дьявол, искушение, вы подойдетесь к какому-то искушению, это может быть какая-то вечеринка очень значимая для вас, где вы будете тусить всю ночь, там будет много музыки, алкоголя, сигарет, не важно употребляете или нет, но это будет присутствовать вокруг вас. Также может быть кто-то из вас задумается о том, чтобы открыть какой-то ночной клуб, бар, ресторан и тогда все в ваших руках, вы будете понимать, что да, может быть я этим ни разу не занимался, я не знаю как это пойдет, какие-то налоги, как вообще все это организуется, но вы найдете специалиста, который покажет вам, насколько это все легко, комфортно для вас и насколько вы можете держать это все под контролем. Для кого-то это может быть какая-то бурная страстная ночь в ноябре, которая оставит приятный след в вашей душе, а может быть в вашей судьбе. Ну давайте возьмем еще одну карту и посмотрим с чем может быть еще связан делом. Ну ничего плохого я здесь не вижу. Семерка Пентакли. Возможно вы для какого-то своего дела или продвижения захотите взять кредит и вот будете сомневаться потянете не потянете да, сходите к специалисту может быть какому-то аналитику, может быть просто будете прописывать ваши доходы, расходы, ваши планы на жизнь да, что куда вы будете как пользоваться этими деньгами и в итоге вы возьмете на себя эту ответственность вы впишетесь в какое-то новое дело и тогда дьявол это кредит который возможно будет ну то есть это солидная сумма денег и она будет вас обязывать выплачивать определенную сумму ну не меньше чем 7 месяцев если не 7 лет да, то есть ну все вопрос от того насколько ваши амбиции велики и какой кредит вы возьмете на это меньше что проиграется в целом 7 пентаклей может еще говорить о какой-то задержке о ваших результатах того что вы чего-то ожидаете да, то есть вы может быть до этого что-то спланировали во что-то вложились и вы думали о том что в ноябре этот проект это дело или этот вопрос решится вот карта говорит о том что вряд ли придется еще немножечко подождать потому что сам процесс жизни не созрел для результата хотя первые звоночки и какие-то наметки на то что вот-вот это решится или вот-вот там кто-то приедет или вот-вот ваше дело стартанет и выйдет на какой-то новый уровень вполне возможно что вы будете получать эти сообщения вот но в ноябре еще не разрешится полностью то чего вы ожидали итак у нас декабрь давайте смотрим последний месяц 2024 года шестерка жертвы вы снова победитель вы снова на коне как говорится и тут зрители опланируют то есть все что вы там благодаря видимо вот этой фортуне в октябре вы слишком много в себе брали да там не знаю кто действительно исходя из своих амбиций новых теперь планов расширения горизонтов взял кредиты но вы побеждаете то есть все складывается так как вы этого хотели и если были какие-то задержки в ноябре и вы ожидали результатов то в декабре как раз это придет и вы почувствуете что да жизнь удалась снова и снова жизнь удалась я снова победил в тех ситуациях которые нужно было что ж отлично давайте смотрим еще корот король жертвов король жертвов это мужчина очень амбициозный который горит какими-то идеями который может вдохновлять других людей который может подталкивать вас например к каким-то новым свершениям нового горизонта в любом случае это либо такой человек войдет в вашу жизнь который сможет продвинуть ваши дела с которым может быть вы как раз и почувствуете себя победителем что благодаря вот этому партнерству этой коллаборации вы снова на коне либо это вам советует стать более инициативным и не расслабляться после каких-то очередных побед а браться еще вдвойне с большим энтузиазмом с большими силами для того чтобы совершить еще больше прорыва для того чтобы в декабре чувствовать не один раз себя победителем а гораздо больше для того чтобы вы почувствовали жизнь как пульсирует именно в ваших руках как ваши дела и ваши вопросы решаются на раз два три хорошо давайте смотрим еще одну карту семерка мечей семерка мечей говорит о том что будьте осторожны в декабре со своими идеями мыслями планами сначала делаем а потом рассказываем другим потому что возможно что вашу идею может это украсть ваш проект вашего партнера в конце концов вот также по семерке мечей в данной интерпретации вы можете искать какую-то нужную информацию для вас которая была скрыта и непонятно было где искать и вот как раз в декабре вы увидите вот это четкое направление в какую сторону начинать копать чтобы уже может быть в следующем году все прояснилось и стало для вас окончательно ясно также несмотря на то что у вас такой интересный пульсирующий событиями год вы можете в декабре узнать например о том что вам кто-то завидует про вас что-то говорят распускают какие-то сплетни но на самом деле чем больше говорят тем больше популярность растет поэтому не забывайте о том что вы победитель что у вас еще много планов и проектов главное чтобы не рассказывать налево и направо о том что вы задумали делайте и если вы доверяете этим людям которым вы рассказываете тогда да но если это просто мало знакомые люди или вы понимаете что лучше не делиться с ними той информацией которая которую вы запланировали что-то сделать тогда лучше не надо потому что вдруг что-то пойдет не так вас подставят украдут вашу идею и так далее в любом случае не обращайте внимания на какие-то мелкие неприятности если что-то нужно отыскать вы это найдете держите язык за зубами в декабре не делитесь своими мечтами и планами на будущее и если что-то ищете то обязательно обретете и найдете что ж дорогие мои у вас шикарный год он он трансформационный но вы долго к этому шли и вы так хотели чтобы наконец-то жизнь повернулась к вам как говорится передом улыбкой и лицом и вы дождетесь дождетесь этого фортуны вы поймете что все теперь вы не зря проходили все эти испытания поэтому устремляйтесь в будущее не бойтесь никаких трансформаций никаких изменений подготовьтесь заранее к плану для того чтобы войти как можно лучше и качественнее в эти изменения своей жизни обязательно струйте себе амбициозные планы и пусть все ваши мечты сбываются с наступающим вас новым 2024 годом и мы конечно же с вами не прощаемся а увидимся как на недельных раскладах так и на ежемесячных всего вам хорошего